Девушки отдыхают Ведь на приёмы у него час 20-го числа каждого третьего месяца. Я дам вам знать, когда он будет свободен. Посмотрите на него. Даже минуты свободной нет. Ну ничего, я уже обо всём позаботился. Фират, прости, но канал поменял расписание съёмок. Не надо, Айше. Это они сегодня решили? Я старалась, Фират, честно. Но шеф Арде очень занят. Это как домино. Одно вынешь, всё развалится. Айше, не будь это важно, я бы не пришёл. Вопрос жизни и смерти. Умоляю, вы уронили. Вот, держите. Фират, ты ему вздохнуть некогда. Я бы тебе помогла, если бы могла. Айше, ну, организуй встречу сегодня. Я что угодно для тебя сделаю. Не могу. Этот час может всё изменить. И у меня надежда только на тебя, Айше. Пожалуйста, что скажешь? О, все в сборе. Что случилось? И зачем ты нас собрал? У меня чудесные новости. Что? Сегодня у нас будет важный гость. Кто? Готовы? Наше меню попробует Арда Тюркмен. Что? Как? Арда Тюркмен? Стоп, стоп. Тот самый Арда Тюркмен? Он самый. Сегодня? Да. Но как мы успеем? Поспешим и всё успеем. Обсудим меню. Вперёд. Организуй официантов, если позволите. Теперь попробуем. Вкусно. Прекрасно. Продолжаем. Кольца лука. Готовы, шеф. Баклажаны. Готовы, шеф. Всем добрый вечер. Добрый вечер. Как всё продвигается? Чудно. Почти готовы. Для тебя приготовил. Так, сейчас. Вот, попробуй нас. Все очень вкусно. Очень вкусно. Спасибо. Хорошая работа. Пожалуйста. С ума сойти. Выглядите великолепно. Мы зашли к султану поговорить. А вернулись совершенно новым форматом для программы. Вы всегда меня удивляете. Запишем пилот и будем надеяться сразу подпишем контракт. И после этого уверен, все заголовки будут пестрить словами «Сногсшибательное возвращение Тайлана Гюни Бакана». Одного возвращения недостаточно. Я остановлюсь только, когда увижу падение Феррата. А теперь хватит льстить мне. Лучше выясни, что там происходит. Хоть какая-то польза от тебя будет. Я пару раз звонил Гюлиндам, но она не отвечает. Ладно, я сделаю это и сам туда схожу. Асуман, есть новости? Ты сказал, звони, даже если будет что-то незначительное. Слушаю. Что произошло? Шебнем и нас поссорились. И? Я слышала, как это обсуждали на кухне, но они замолчали, как только меня увидели. Я тут не особо популярна, так что причин не знаю. А Феррат? Феррат еще не приходил. Он опаздывает. Что-то происходит. Вот и Феррат. Он с чемоданом. Чемоданом? Кладу трубку. Алло. Позвони парикмахеру, нужно поправить прическу. Да, конечно. Я не могу поверить. Как это тебя оставили здесь одну? Добро пожаловать. Наши кебабы весьма неплохи. О нет, мне что, покупателям прикидываться, даже если вокруг не души? Я хочу держать тебя за руку и целовать. Бан, давай я лучше принесу тебе прохладной воды. Оставим воду на потом. Садись. Я так соскучился. Ну же. Ладно. Я так соскучился. Даже так? Если мама узнает, что я тоже виделась с отцом, она и меня выгонит. Тогда снимем жильё вместе. Я о серьёзных вещах говорю. Я тоже серьёзно. Бора? Борь. Вот, пожалуйста. Классическая ситуация для таких мест. Ни эстетики, ни аккуратности. Всё как попало. Мне это важно. Главное, что они не притворяются кем-то другим. Они настоящие. Как ты понимаешь, они не отрицают того, кто они есть. Теперь я понял, почему ты так привязался к этой семье. По крайней мере, не из-за её особенностей. Я люблю её, брат. Мне не важно, что она не богата или что она сестра Феррата. И она меня любит. Ясно? Дорогой Бора, в таких отношениях не может быть счастливого конца. Судя по тому, что ты говоришь, счастливого конца не может быть в принципе. Потому что ты не знаешь, что такое любовь, что такое любить. Если ты попытаешься меня остановить... Нет необходимости. Феррат сам тебя остановит, когда узнает об этих отношениях. Ты же не планируешь, что мы будем собираться в семейном кругу на ужин? Если он узнает, что я отдал нас, те документы, он ещё больше будет меня ненавидеть. А значит, и тебя, дорогой мой. Бора, расскажи, что сказал твой брат. Я рассказал ему о нас. Сказал, что мы любим друг друга. Что нам не пришлось бы прятаться, если бы наши семьи поговорили. Моя семья об этом не узнает. Почему? Бора, не спрашивай меня, почему. Моя семья ненавидит твоего брата. Зачем сравнивать меня с ним? Кроме того, я всегда помогал вам. Если они узнают меня... Нет, исключено. А дело точно в твоей семье? Дело только в маме и Феррате? А в ком ещё? Я не знаю. Может быть, мерза. Ты сейчас несёшь чушь. Послушай, не дави на меня по этому поводу. Я скажу тебе, когда придёт нужное время. Нет нужного времени, Сэви. А если есть, то не скоро. Может, здесь сядем? Хорошо. Вот эти мне больше понравились. Покажем все нас и выберем какие-то одни. Ладно. Каким же мифом был этот доктор любви? Знаешь же, все мифы ложь, но доказать ничего не можешь. Кажется, что в мифах даже любовь враньё. Он заставил нас разлюбить любовь. Я и так не особо верила. А теперь вообще как ледышка. Ты о чём? О любви. Я не верю в неё. Не думаю, что она есть. Это просто временное помешательство или что-то типа того. Но не больше. Совсем не веришь? Думаешь, все эти стихи, романы, ни о чём? Да какой ни возьми. Ни в одном нет счастья. Там одни страдания. Не знаю никого, кто влюблён и счастлив. Я сама не хочу даже попробовать. Я не собираюсь страдать. Все эти долгие отношения не моя тема. Что с тобой? Ну, я всё думаю о докторе любви. Я хочу придушить его. Вот и всё. Сэви. Сэви. Почему мы всегда оказываемся в заднице? Почему нам не может повезти хоть раз? Точно. Мало было нам проблем, так я ещё и Сэви разозлил. Ну вот зачем ты полез? Глянь теперь на руку. Ладно, неважно. Почему нам так везёт в мире, где даже Сэви влюбилась? А она влюбилась? Говорит, что сама не рада. Не видит себя в долгих отношениях. Так и сказала? Кто? Сэви. О чём ты, друг? Я говорю о своей подруге. Я должна вам кое-что сказать, но султан не должна знать. Что такое? Помните ассистента Таилана, Ати? Мы тайно встречаемся. Простите, господин. Это всё. Больше рассказать нечего. Как это может быть? У него что, нет слабых мест? Он точно должен был оступиться в прошлом. Пока ничего. Да что ж, сегодня за день. Кто-то опять вас расстроил? Если б только кто-то один. Слушай, найди Бору. Он мне отвечает на звонки. А мне нужно быть с нас. Я не должен оставлять её одну. Да, господин. В общем, Атила спрашивал меня о Феррате. Чего вы переглядываетесь? Ты же не сболтнула лишнего. Ты что, за дурочку меня держишь? Я и слова об Ассуман не сказала. Я выдумала историю о бывшей любовнице. Ах, какой хитрец. Думает, он такой умный, пытается тебя разболтать. А ты молодец. Такую байку придумала. Класс. Конечно. Я же не хочу сдавать Феррата. Мы так и не смогли разоблачить Таилана, хотя пытались. А оказалось, он всё это время вёл грязную игру. Дьявол толкает меня пойти в его офис и выкрасть контракты. А где Мирза? Куда он делся? Я не знаю. Сэви дома. Султан мне сказала. Где ты бродишь среди ночи, дружище? Добро пожаловать. Это тебе. Спасибо. Очень красиво. И ты тоже очень красивая. Присядем? Да, пойдём. Пожалуйста. Пожалуйста. КОНЕЦ Как жаль, что ты не позвал свою девушку. Познакомились бы все вместе с парнем Шабне. Я хотел, но не стал. Решил, ты будешь ревновать? Действительно, с ума бы сошла. Какое у тебя богатое воображение. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Как дела на кухне? Надеюсь, нас с Ферратом друг друга на кусочки не порубят? Когда речь идет о нас и Феррате, сложно что-то гарантировать. Произойти может что угодно. Они могут прийти за ручку и сказать, что собираются пожениться, либо мы увидим, как один из них тащит труп другого к выходу. Ты права. Что они скажут, когда узнают про наши отношения? Мне очень интересно посмотреть на их лица. И мне. Все хорошо? Да. Просто мелочи. Во-первых, надо правильно выбрать нож. Не такой. Теперь тебе надо прогнуть руку, которая лежит на доске, согнуть ее вот так. Эта часть пальца должна быть перпендикулярна всей доске. Возьми нож. Другой рукой. А теперь лимон. Держи нож напротив своих пальцев. Движение лезвием от себя под небольшим углом. И по ходу. Как только поднимаешь нож, сдвигай пальцы. Назад, назад. Режешь и назад. Режешь и назад. Режешь. Режешь и назад. Режешь. Режешь. Да, я поняла. Кажется, что во Франции тебя совсем не научили держать нож. Прекрасно научили. Но вот не научили общаться с самовлюбленными шефами, или я пропустила лекцию. Попробуй. А почему ты сам не попробуешь? Хочу узнать твое мнение. Слишком много соли. Уверена? Попробуй сам, если не веришь. И? Мне кажется, отлично. Всего хватает. Только вот соус не удался. Но ты ведь вкус не чувствуешь. Почему же чувствую? Уверен? Ну вот. Готово. Пойдем познакомимся с парнем Шебнем. Уже не терпится. Уверен. Идем. Сберешь салат? Да ладно, дружище. Вот это да. Красавчик. Давай с тобой тоже обнимемся. Я так рад. Да. 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 Да, да, дружище. Добро пожаловать, Эргин. Спасибо. Надеюсь, ты счастлива, ведь ты это заслужила. Спасибо. Невероятно. Это просто праздник. Его нужно отметить. Вы отличная пара. Я в этом уверен. И я уверена. Посмотрим. Давай присядем. Хорошо. Дружище, это тебе. Шебнем. Спасибо. Приятного аппетита. Выглядит отлично, шеф. Ох, что ты наделал. Спасибо. 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 Идеально. Прекрасно. Приятного аппетита. Это отлично. Отличная работа. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Еще увидимся. Приятного аппетита. Хорошо, что ты осталась, и мы все прояснили. Можешь свое агентство открывать. Я не знаю, как ты это сделал, но в итоге я, правда, добьюсь. Давай приберемся и завершим этот день. А завтра можешь дальше развлекаться со своими параноидальными мыслями. Дорогая, как там этот твой долг? Ты разобралась? Я думаю, тебе уже все равно обо всем доложили. Давай не будем издеваться друг над другом, ладно? Да, ты разобралась с долгами, но откуда ты взяла деньги? Огромная загадка, дорогая нас. Тетя, просто оставьте меня, точно так же, как когда я попросила у вас денег. Не дави на нее, Физа. Это ее дело, откуда она взяла эти деньги. Позволь мне объяснить, тетя. Мой отец только делает вид, что все знает, на самом деле это не так. Я знаю, что ты все еще сердишься на меня, но однажды ты поймешь, почему я так поступил. Я уже слышала от тебя подобное. Когда? А ты совсем не помнишь? Я этого никогда не забуду. Когда моя мама ушла. Ты ведь не остановил ее. Ты сказал, что я пойму, когда вырасту. И знаешь что, папа, ты никогда не поймешь, что значит расти без матери. Как и не поймешь, почему мать может бросить своего ребенка. Брат, не расстраивай ее. Лучше бы ты сказал, что дал ей деньги, и стало бы легче. Она даже подумать не должна, что ее отец не заботится о ней. Физа, я не давал ей деньги. Физа, я не знаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это не ты дал деньги нас? Я собирался, но нас отказалась. И ты не давала? Не давала. И ее отец не давал ей денег, и ты тоже не давал. Откуда же она их взяла? Подожди, кое-что приходит в голову, но... Это просто смешно, Физа. И как он смог бы найти столько денег? Кого ты имеешь в виду, Физа? Ну, кого же еще? Конечно, того шефа-мошенника. У нас нет шансов, если он дал ей денег, Таиланд. Теперь он постоянно будет с нас. Катастрофа, катастрофа! 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 Нас. Я хочу кое-что спросить, только отвечать честно. Это Феррат дал тебе денег? Да. Нас поверить не могу. Как ты могла взять у него деньги? Почему не попросила у меня? Тётя, я приходила к вам обоим. Мы бы помогли тебе, если бы ты не пыталась плыть против течения. Не ругалась бы со своим отцом, просто успокоилась бы и не упрямилась. И почему это Феррат дал тебе эти деньги? Ты думаешь, что я об этом не подумала? Не переживай, я приняла решение. Какое решение? Надеюсь, ты не забыла решить, помириться со своим отцом, взять у него деньги и отдать обратно Феррату. Куда ты собралась в это время? Давай, Ати, ускорься. Как вы получили деньги? Спасибо шефу Феррату. Он сказал, доверьтесь мне, я найду деньги на следующий день. Деньги были у нас. Значит, шеф Феррат? Именно. Спасибо тебе. Да, Физа дала верную информацию. Это шеф Феррат. Он оплатил долг. Этот мужчина говорит, что он достал деньги за ночь. Наверняка кто-то помог. Иначе и быть не может. И да, но кто может найти такую сумму за такой короткий срок? Посмотри на меня, Ати. Что? Делай что угодно, но найди того, кто дал ему деньги. Хорошо. Сердал. Ерай, ты главный на 10 минут. Да, шеф. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ты здесь делаешь? Мы так не договаривались. Никто не должен тебя видеть. Я буду держать свое слово. И ты тоже. Я изучил родословную феррату Карасу. У него мало родственников. Его отец жив, но они не разговаривают. Фактически единственный родственник – его тетя. Тогда откуда у него деньги? Из займа? Я пока не знаю. Но у меня есть кое-что интересное. Его тетя была богатой женщиной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да и со мной больше не бегаешь. Хорошо. Господин, я так вам и не рассказал все до конца. Ее мужа зовут Сердар Оз. У него известная сеть ресторанов. Есть несколько филиалов. Хорошо, но почему она живет в таком квартале, если у мужа столько денег? Не знаю. Но если мы продолжим копать, то раскроем эту семейную тайну. Интересует только феррат. Найди информацию о нем. Работай усерднее и больше не приходи ко мне с непроверенной информацией. Конечно. Отлично. Приступай. У меня еще много дел сегодня. Я не могу быть первым. Не приходи с непроверенной информацией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова